Вопрос, который интересует многих любителей истории. Как и почему безродный Наполеон стал правителем, а затем даже императором Франции? Поэтому еще одна поучительная история. В течение нескольких столетий Франции правили короли из династии Бурбонов. В 1774 году на французский престол зашел Людовик XVI. Он не думал, что станет последним монархом своего рода. По причинам финансового кризиса, расточительного образа жизни королевского двора, социальной напряженности в обществе и потребности в реформах в 1789 году началась Великая Французская революция. В июле 1789 года восставшими была взята крепость тюрьма Бастилия. Спустя три года состоялись суд и казнь короля Людовика XVI. Во Франции установилась республика. На фоне именно этих событий в самом конце 18 века Наполеон и пришел к власти. В то время он был лишь младшим лейтенантом французской армии, активным участником войн Французской республики с другими странами Европы. После успешной осады города Тулона Наполеон стал бригадным генералом. Именно тогда он впервые получил общественное признание и известность. Именно тогда и началось его в общем-то достаточно быстрое восхождение на вершину власти и перерождение из республиканца в монарх. Сначала в результате государственного переворота в 1799 году Наполеон Бонапарт стал консулом Франции, то есть фактическим правителем страны. Однако его власть тогда еще пока была ограничена Конституцией, но амбиции уже было не остановить. Репрессивные меры против печати, введение цензуры, победа в войне с Австрией, расправа над оппозицией. И в 1804 году Наполеон принял титул императора и фактически возродил французскую монархию.